Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, и не сомневайтесь в этом, лучшую программу тренировок для мощной, массивной и, самое главное, сильной и здоровой спины. Готовы? Тогда смотрите до конца. Друзья, начинаем, как всегда, с общей разминки. И, естественно, после общей разминки мы делаем экстензии спины. Экстензии спины у нас для того, чтобы сохранять мышцы спины, позвоночник, все в хорошем здоровом состоянии, чтобы у нас никогда не было проблем, чтобы мы не испытывали боли и даже дискомфорта, делаем экстензии в начале нашего тренинга. Есть очень много вариантов экстензии. У меня есть видео на эту тему, поэтому смотрите ранние ролики и находите 4, как минимум, варианта различных выполнений экстензии. Это очень и очень важно. После этого мы переходим к основе основ становой тяги. Да, друзья, кто бы что вам не говорил, становая тяга очень важна. Естественно, при соблюдении грамотной техники, адекватных весов и постоянного-постоянного прогресса. Но прогресса не в безумном повышении весов на каждой тренировке, а в планомерном, пошаговом поднимании рабочего веса в рабочих подходах. Обо всем об этом тоже есть статьи и видеоролики. То, что вы видите сейчас на своих экранах, называется дедлифт, мертвая тяга, становая тяга. Да, не путайте ее с румынской становой тягой. Румынская тяга это тоже становая тяга, но когда вы в основном выполняете движения в тазобедном суставе, коленный сустав у нас остается неподвижным. Это в идеальной технике. Мало у кого получается, но к этому нужно стремиться. Выставляем первый вес, размираемся и постепенно, поднимая рабочие веса, подходим к непосредственно нашему рабочему весу дня. После этого выполняем 3-5 подходов на 2-3 повторения. Следите за техникой, друзья. Следите за тем, чтобы вы не взрывали штангу за счет рук. Это очень и очень важный момент и многие грешат этим. Именно из-за этого и происходят срывы бицепса, надрывы бицепса и отрывы бицепса. Когда вы пытаетесь рывком рук оторвать штангу от пола. Делать это нельзя. Нужно как пружина накапливать энергию, генерировать ее, упираясь ногами в пол. Представьте, что штанга приварена к полу и вы не пытаетесь встать с ней, поднять ее, оторвать от пола, а пытаетесь проломить ногами пол. Тогда у вас будет хорошая, грамотная, идеальная техника и, что самое главное, здоровый позвоночник. Отдыхаем между подходами рабочими от 3 до 5 минут. Если вдруг вы чувствуете, что вы недовосстановились, смело отдыхайте больше, не бойтесь. Мы с вами занимаемся не аэробикой, поэтому мы должны подходить к рабочим подходам, особенно в становой тяге, в приседаниях, в жимах, уже восстановившимся полностью. Обычно мы это чувствуем сами по ощущениям. Я всегда ориентируюсь на свое дыхание, оно меня никогда не обманывает. После становой тяги, друзья, мы с вами никуда далеко не уходим. Будем работать с этой же штангой, снизив рабочие веса. Что будем делать? Будем делать, на мой взгляд и на взгляд Дориана Ятса, лучшее упражнение для широчайших мышц спины. Тягу штанги в наклоне обратным хватом, обратным узким хватом. Напоминаю, что все тяги, когда мы делаем обратным хватом, ни в коем случае нельзя делать широким. Если кто-то это делает, тот просто не знает анатомию, биомеханику, ведь длинная головка бицепса у нас проходит через плечевой сустав, крепится к лопатке. Акроме он имеет очень небольшой зазор и если вы делаете, раздвигая руки обратным хватом широко, то длинная головка бицепса перетирается и может произойти серьезная травма. Кстати, когда это происходит, вы испытываете боли, но сильно в силовых не страдаете, потому что основную работу на себя будет забирать короткая головка бицепса, но все же придерживайтесь этих правил, если хотите оставаться здоровым и чтобы ваши тренировки приносили вам только пользу, здоровье, а не дискомфорт и разочарование. Мы также выполняем три рабочих подхода, естественно, сделав два разминочно-подводящих на 12-15 повторений. Чувствуйте, друзья, что работаете именно широчайшими мышцами спины. Именно поэтому я рекомендую в рабочих подходах использовать лянки. Лянки помогают полностью переключиться с работы рук бицепса на широчайшие мышцы спины. Представьте себе, что руки это всего лишь веревки, с помощью которых вы просто подтягиваете снаряд к низу живота. Обратите внимание, что штанга всегда, гриф должен касаться ног. Вы тянете не вверх, а тянете вверх и назад, уводя локти назад и сводя лопатки вместе. Тем самым мы всю нагрузку целиком и полностью направляем именно в широчайшие мышцы спины. Каких должен быть наклон? Наклон должен быть до того состояния, когда гриф штанги находится на уровне коленей. Выше и тем более ниже опускаться не нужно. Это будет только понижать рабочие веса и усиливать, увеличивать риск возникновения проблем в поясничном отделе позвоночника. Никому это не нужно, а самое главное, что вы сможете поработать с более серьезными достойными весами именно при таком положении корпуса. Опять-таки, это говорю не я, это все советовал, рекомендовал Дориан Яц. Посмотрите на тренировки Дориана и на тренировки Рони Коллимана. Массивнее спин и вообще массы общего тела, я думаю, мы мало можем кого найти из современных наших атлетов, бодибилдеров, профессионалов. А это говорит о очень и очень многом. Стоит прислушаться как минимум. Если вам тяжело делать обратным хватом, по каким-либо причинам, неважно, то вы можете смело делать обычным хватом. Единственное, нужно будет взяться чуть-чуть пошире, но экспериментально вы найдете. Запомните, когда вы работаете именно на широчайшие мышцы спины, то всегда преимущественно узкий хват. Предпочтительнее узкий хват. Почему? Потому что именно в этом положении вы можете показать максимальную силу. Широчайшая может показать максимальную силу. А это для нас, особенно для тех, кто тренируется натурально, очень и очень важно. Думаю, никто с этим не поспорит. Друзья, сделали подходы, отдохнув между рабочими подходами тоже от 3 до 5 минут. И переходим уже к подтягиваниям. Подтягивания. Желательно сделать 5 рабочих подходов, не считая повторения, а работать до отказа. Прямо реально до полного мышечного отказа. На брусьях и на турнике мы с вами можем это себе позволить. После этого, друзья, поверьте, вы будете чувствовать нереальный памп, нереальную мощь, силу. И что самое главное, это все будет оставаться с вами. Всегда сливаться не будет. Это будет давать вам как силу, так и рост мышечной массы. Сделали 5 рабочих подходов, отдыхая также по ощущениям, но где-то 2-3 минуты. И после этого всего, естественно, друзья, для того, чтобы точно, наверняка, не беспокоиться о нашем позвоночнике, о мышцах спины, о грыжах и протрузиях, необходимо делать гиперэкстензии. Я не устаю это повторять и буду повторять, что экстензии спины мы делаем в начале тренинга, а гиперэкстензии делаем в конце каждой тренировки. Неважно, какая тренировка, всегда, друзья, не бойтесь потратить время, хотя потратить здесь совершенно не то слово, на то, чтобы сделать экстензии и гиперэкстензии. Работайте всегда в обоих случаях, чередуя, периодизируя нагрузку. На одной тренировке ставьте больший вес на меньшее количество повторений, на следующий раз, естественно, большее количество повторений с меньшим весом. Друзья, обязательно отпишитесь в комментариях, как попробуете, или если кто-то уже пробовал подобный вид тренинга. Именно на широчайший, на спину. Как вам понравилось, какие у вас ощущения, как быстро вы прогрессируете, используя такую тренировочную программу в своем цикле периодизации. А надеюсь, что если вы не новичок и уже продвинутый среднячок, а тем более прошли мои ступени, вы все равно продолжаете делать и подтягивания, и становную тягу, и тягу штанги в наклоне. И, естественно, работая в периодизации, циклируя нагрузки. Пишите, какие тренировки вы еще хотите увидеть, пишите темы, какие вы хотели бы обсудить со мной, с моими гостями, которых я постоянно приглашаю. Спасибо вам за то, что смотрите. Не стесняйтесь ставить лайк и написать комментарий. Вам это ничего не стоит, а мне и каналу очень приятно, и помогает в его развитии, в его продвижении. Тем более, что огромное, колоссальное количество информации, 99% дается вам совершенно безвозмездно. Не забывайте вступать в мою закрытую группу. Нас там уже почти 300 человек. Представляете? Вступление платное, но это с лихвой окупается, когда вы перестаете оплачивать персональных тренеров, когда вы тренируетесь и каждую неделю получаете новую программу тренинга по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечных волокон. Отдельно для девочек, отдельно для парней. И в пятницу, в субботу вы уже знаете, что будете делать на следующей неделе. Друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Продолжение следует...